Сенатор Закиржан Кузиев просит разобраться с монополистом КТЖ. По его словам, компания против конкуренции. Это резко ухудшает привлекательность транзита через Казахстан, заставляет соседние страны искать альтернативные маршруты. Агентство по защите и развитию конкуренции отмечает, что операторы магистральных путей предоставляют ряд преимуществ своим компаниям, что создает неравные условия для других. Оказывается, КТЖ в долгах как в шелках. Более того, они постоянно просят деньги из бюджета. Представьте себе, за последние 10 лет вливания государства в КТЖ достигли рекордных триллионов тенге, а общий долг КТЖ приближается уже к 3 триллионам. Почему, являясь на магистральных железных дорогах Казахстана абсолютным монополистом и при этом постоянно повышая тарифы, национальный железнодорожный перевозчик находится в таких огромных долгах? Как выяснилось, КТЖ брали деньги из зарубежных займов и даже в нацфонде. Правильная цифра 2,9 триллионов – это долг компании. Это первое. Второе. Вернуть ее можно только или тариф подняв, потому что эти деньги в основном тратились на строительство новых железных дорог, но их инвестиционная часть не вставлялась в тариф. Раз. Второе. Ее можно вернуть за счет капитализации. Если возьмете германские железные дороги, 40 миллиардов долларов на капитализацию. Если государство хочет держать низкий тариф, он нам должно ее субсидировать или должно дать высокий тариф. Других вариантов нет. 80% тарифов в КТЖ ниже себестоимости. Ниже себестоимости. Это что значит? Кто бы не перевозил, мы ему доплачиваем за его эту перевозку. Второй вопрос касался сервиса. КТЖ критиковали за систематические опоздания поездов, отсутствие дорожного сервиса и состояние пассажирских вагонов. Бизнес жалуется на несвоевременные поставки вагонов и отгрузки, длительные процедуры различных согласований. Казахстанцы даже запускали петицию за отставку руководства КТЖ. Вечно опаздывающие поезда, грязные вагоны, несчастные случаи со смертельным исходом, неоднократные сходы поездов с трельцев, искусственный дефицит билетов, вокзалы, где царит коррупция, писали авторы петиции. Так можно ли заехать в Новый Казахстан на старых поездах? Сам глава КТЖ планирует пригласить блогеров для освещения ситуации. Мы более 30 лет. КТЖ, компания, пытается наладить сервисную часть. Все равно нарекания есть со стороны общества, есть нарекания со стороны СМИ. Мы хотим, чтобы вы нам помогли вместе, мы хотим это сделать лучше. Форму, вот у меня Кирилл сидит, стоит вот, например, он будет отрабатывать с вашими коллегами. Как это сделать? Мы хотим, чтобы общество нам помогло стать лучше. То есть рекомендательного характера будет? Нет, это будет, мы эту форму вот как раз таки хотим отработать. Следующий вопрос касался конкуренции. Частные компании должны были выйти со своими вагонами и тепловозами на стальные магистрали страны. Если их не будет, казахстанская продукция не поедет на экспортные рынки, а сама компания «Монополист» не справляется с объемами перевозок. При этом компания, похоже, выступает категорически против внедрения конкурентной среды. Правительством были детально изучены кейсы ряда развитых стран, где ЖД-отрасль работает идеально быстро, качественно и при этом недорого для грузоотправителей, именно благодаря конкуренции. А у нас «Монополист» не желает делиться ни с кем. И сами довезти не могут, и другим не дают. Бооржан Шайхмет Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.